Солнечное утро Несмотря на то, что вроде бы небольшой морозик всего лишь сейчас, на улице очень холодно. Пока дошла, замерзли ноги со страшной силой. Снега полно, но дороги уже асфальт появился. Так что топают домой быстрей-быстрей-быстрей. На солнышко. Вот такое красивое солнышко. Наконец-то дома. Ноги замерзли, руки замерзли. Ну что ты тут опять уже мурлычишь? Заглянула там в Ганну. Рядом с Валбивисом. Потому что рынок уже был закрыт. Так, взяла сыр, творог на сырнике и сырочки. Но сырочки на рынке в магазине намного дешевле. Вот эти вот по 55 копеек. А там они 59. И вот эти 59. И зайки 59. Вот этот только какой-то 51 копейка. Но он был один единственный. А там какой-то он маленький, кругленький. Вот. Что-то я в последнее время подсела на сырочки. И очень люблю кофейку попить. Сырочек и кофеек очень вкусненько. И Орешка, когда приходила, она говорит, я тоже, говорит, что вот творогу такого не хочу, со сметаной никак не хочу. Только сырники сделать. А вот сырочки с удовольствием. И вот хорошо, что у меня в прошлый раз они были. И Максюшка, и Орешка. Мы так хорошо попили чай с сырками. Вот. И надо пообедать. На обед у меня сегодня опять капуста тушеная и с кусочком мяса. И у шмяка тоже вот такой обед. С печенкой чуть обжарила. Подожди, я тебе сейчас ее поставлю на твою салфетку. Не лезь, не лезь, пожалуйста, сюда, не лезь. Видите, как ему хочется. Пошли, 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 пошли отсюда. Пошли со стола. Я порезала тебя, пошли, пошли. Да, 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 да. Твой обед, на, 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 твой обед. На, не кричи. Ой, ой, голодный. Вечно голодный кот. Не знаю, что это с моей орхидейкой такое происходит. Смотрите, все цветочки сразу, все сразу завяли. Не по одному, как обычно, отваливаются. Все, все, все шесть. Правда, она очень долго у меня цвела. Я не знаю, еще до Нового года, наверное, расцвела. И листик вот уже один, один желтеет. Либо она у меня пересохла. Или, может быть, на окне замерзла. Ей холодно было. Мороз такой. И еще этот листик какой-то тоже совсем-совсем некрасивый. Ну, решила я их полить. Пролила вот. И пусть немножечко постоит. Кто-то у меня спрашивал, как я за ними ухаживаю. Ну, как я ухаживаю. Вот весной куплю опять новый вот этот вот грунт. И чтобы она питалась. Потому что все же съедает, наверное. И, может быть, надо полить каким-то... У меня есть этот самый удобрение. А так обычно вот поставила в миски. Миски у меня такие есть специальные для... Именно для орхидей. Ставлю воду. Проливаю. И потом она вот стоит. Стоит немножко в этой же воде. И вытягивает там столько, сколько ей хочется. Столько, сколько ей надо. Вот. Это вот желтенькая цветет. Она у меня за зиму два раза цвела. Красавица. Может, та просто отцвела. Отцветает уже. И еще на одной вот пупышечке. Цветочки уже давно отвалились. И вот месяц она стоит с двумя пупышками. А здесь уже тоже вот. Надо вот этот вот хвост отрезать. Потому что отцвело все. И весной буду, наверное, их пересаживать. Чтоб свежий грунт им был. Чтоб они уже напитались. Все корни. Смотрите, какие огромные корни. Потому что все сверху. Ну, не покупать же им опять еще другие вазоны большие. Вот. Ну, корни должны быть сверху. Ну, не знаю. Надо будет посмотреть потом. Ну, это уже вот когда буду пересаживать. Потому что много вот уже таких вот сухих, совсем ненужных корней. Ну, а пока сегодня просто-просто их полью. Вот она, моя новая книжка. Как перестать быть жертвой, вырваться из разрушающих отношений, начать жить счастливо. Как быть счастливой, а не удобной. Вот. Сатти, семейный психолог и философ. Книжка. Так, женщину любят не из-за того, что она что-то делает, а из-за того, что она такая, как есть. Книжка полностью в целлофанчике. Чтоб никто не почитал, чтоб она до меня дошла совсем новенькая. Сейчас я ее открою. Кто такая настоящая женщина? В современном мире, к сожалению, уже стали забывать, кто такая настоящая женщина и как она должна себя вести. Мы пытаемся подстраиваться под мужчин, родителей и детей. И это не наше, не истинное. Счастье не даст ни нам, ни тем же мужчинам, родителям и детям. Вот так вот здесь красиво написано. Как я не жертва, первая часть. Очень хороший шрифт, такой вот четкий, прекрасные листики. Мне нравится, я люблю вот так вот читать книги, когда вот такой вот, так они хорошо вот четко напечатаны, и не очень мелкие, белкие буквы. Люблю, как он пишет. Это у меня вторая его книга, Сати. И люблю его слушать семинары. На ютюбе очень много видео с его семинарами. Легко, доступно, так вот простым-простым языком он все рассказывает. Слушаешь, просто заслушиваешься все, что он говорит. Никаких заумных слов, которые надо потом расшифровывать очень долго в своем уме. Вот, поэтому с удовольствием приобрела еще одну вот вторую книжку. Это вторая у меня книжка. Не знаю, может быть, еще что-то потом буду, но пока буду эту читать. А ту первую Людуся пришла ко мне, забрала, говорит, пока на больничном, я сейчас тоже его почитаю. Вот, я уже спрашивала, как ей понравилось. Она говорит, да, очень нравится, очень нравится и легко читается. Говорят, что женщина должна заслужить любовь и счастье. Сотни книг учат, как быть идеальной женой, мамой и хозяйкой. И только одна скажет правду. Удобная женщина никогда не будет счастливой. Это книга замечательного психолога Сати. Нас с детства учат, что эгоизм – это плохо, что желания окружающих должны быть на первом месте, а жить надо для совести, а не для радости. Именно эти истины не дают женщине следовать ее истинным желаниям, раскрывать женскую сущность. Читая книгу, вы сможете понять, что же хотите на самом деле. Научитесь слушать свое сердце, исследовать ему, а не мнению окружающих, потренируйтесь говорить «нет» и избавитесь от комплекса жертвы. Ка-ка-ка-ка «нет»